Здравствуйте, дорогие мои подписчики! 20 мая, город Харьков. Никогда не научишься ценить тишину, когда есть чем сравнивать. И вот сегодня день тишины. Как всегда, стремлюсь в сад. Сад немножко подзапущен, но, говорят, многолетники всегда выручают. Вот сейчас вы посмотрите немножко в сторону при помощи оператора. Вы видите, что война не война, а обед по расписанию. Пионы древовидные цветут. Я не скажу, что это место идеальное для них, конечно. Они тут пробиваются, но, как видите, стремление к жизни огромное. Это один из высокорослых сортов с белыми цветами. Вон уже пчелки что-то собирают. Короче, жизнь прекрасна и удивительна, если не обращать внимания на некоторые моменты. Вот вы говорили, покажите, что у вас в саду. Показывать так, как есть, без прикрас, поскольку выхожу сейчас на улицу достаточно редко. И не потому, что солнца боюсь, а потому, что как-то неспокойно бывает. Но, тем не менее, невзирая на то, что бурьяны тоже не отстают, кое-что у нас тут дружно начинает пробиваться. Вот интересное растение завела. Вы, может быть, совсем еще и не знакомы с таким. Так называемая китайская малина. Она имеет очень интересное, смешное название. Лично для меня. Мяу-мяу. Если хотите, посмотрите, пожалуйста, в интернете про нее. Могу сказать, что мяу не только жизнеспособно и хорошо, собственно, перезимовывает, что немаловажно. Имеет достаточно приятную зелень. Такие резные листики. Так что, как декоративная почвопокровная, очень даже подходит. Ягодки, между прочим, съедобные. Но именно, так знаете, по-китайски. Особого вкуса нету. Но очень экзотически смотрятся на веточки. Такое ощущение, что вот это, знаете, у нас есть декоративное украшение. Ягодки малины из сахарных каких-то шариков. Ну, чисто вот это мяу-мяу. Ярко-красного цвета, нарядно, не отравитесь съедобно. Хотя особого удовольствия не получите. Ну, не будем парафинить. Мяу, это мой любимец. Вот, обратите внимание, чтобы не выделять для клубники отдельных мест. Все посажено кучно, как я люблю. Одно другому не мешает. И, как видите, судя по грандиозным листикам этого гиганта, ожидаем крупных сладких ягод. Смотри, чтобы не подвел. Так, теперь смотрите сюда. Это гортензия. Гортензия – это одно из моих любимых растений. Кстати, всем рекомендую. Абсолютно неприхотливая. Но, обратите внимание, не голландские цветные сорта, в которые все бросаются, впереди планеты всей. Если хотите именно морзостойкий вариант, смотрите только на гортензию метельчатую или кустовую. Она, конечно, разнообразием цветов плюс-минус не отличается. Такого нету разноцветия. Но зато она хорошо перезимовывает. Поэтому тут надо выбирать одно из двух. Вот по стволу поднимается еще один вариант гортензия. Гортензия ползучая. Я очень рекомендую, у кого есть старые деревья, такие, можно сказать, не очень экзотические, выглядящие, вернее, наоборот, слишком экзотические, но не имеет значения. Можете посадить в них гортензию метельчатую. В чем ее преимущество? Вот сейчас вот эти вот кисточки, если видите, она сейчас распускает, зацветет, как обычная гортензия, белыми цветочками. Но она сама укореняется на старых стволах при помощи воздушных корешков. Убирается на любую высоту. Дайте только порвать. Я думаю, в этом году она еще метра полтора на стволе осилит. А и ствол прикрыт, как говорится, и зелень дополнительная. В общем, все чудесно и так далее. Заглянем под нашу гортензию. Тут что у нас ожидает, дорогие мои друзья? По гортензии старается подняться у нас клематис. Клематис, как вы понимаете, сам себя плохо держит. И вот благодаря тому, что я подсадила одно к другому, цепляясь за друга, клематис пытается по гортензии подниматься вверх. Это способ такой, знаете, природной, ну, основы, что ли, или вертикальной поддержки для того, что плохо поднимается или себя не держит. Так что вот вам тут и мяу-мяу, вот вам и розы, хосты. Хосты обожаю. И вот обратите внимание, специально посажена под гортензию. Кто-то сейчас, конечно, занервничает, скажет, ей не хватает света. Мы ее, наоборот, спасли, потому что яркий свет и хосты нет на белом свете. Здесь вот несколько разновидностей у меня хоста. Вот эта подорожниковая, за что я ее люблю. Она, конечно, цветет, может быть, не ко времени, ну, бывает, поздней осенью, да? Но зато невероятно ароматные цветы. Это, пожалуй, одна из единственных хост, который, собственно говоря, благополучно не только цветут, но и имеет запах. Аромат сравним мы с ландышем или гиацинтом. Вот буквально мы прошлись с вами, тут позаглядывали. Приношу извинения, напоминаю. Раньше не так оно все выглядело. Было покрасивее, было ухожено. Но есть некоторые обстоятельства, которые не позволяют расслабиться, а очень бы хотелось. Я не буду говорить, что мой сад идеален, но именно вот в этом природном буйстве, перемешивании всевозможных растений, которые друг другу не препятствуют, а даже помогают, есть залог успеха. Кстати, кто подписан в Телеграм, я выложила один из первых роликов, который будет кипеть достаточно регулярно. Это если Луна находится в том или ином знаке зодиака. Дело в том, что если вы его видели в отрывном календарике, или вы ведете там учет, там заглянули и написано, Луна находится в знаке Тельца. Для вас это команда, дорогие мои друзья. Луна в Тельце одна из самых тучных лун. Она сопутствует всем работам в саду, особенно посевам, пересадкам, рассадкам луковичных растений и так далее, которые делаются крупнее и сочнее. Вообще на этот счет в Телеграме выложен пост. И вообще все, что касается Тельца, мы заканчиваем эту тему. Сохраняйте себе обязательно. Телец приходит каждый год. Поэтому каждый год для вас эта информация будет актуальна. Поэтому в записнички, и не думайте, что Телец прошел, значит все стерли и выкинули. Он обязательно вернется. Потому что такова сущность планет. Это у нас может быть война, разруха или наоборот мир и счастье. А у них все по заведенным правилам. Хоть что происходит с человечеством, а Телец обязательно вернется в следующем году. А с вами была Елена.